Это первая встреча членов общественной палаты Краснодарского края с главой региона. Хотя многих гражданских активистов, пришедших на встречу, Александр Ткачев знает давно. Они входили в общественный совет при губернаторе, созданный еще в 2005-м. В декабре 2013-го все права и обязанности по развитию гражданского общества на Кубани совет передал образованной палате. Суть осталась прежней – сделать все возможное, чтобы власть и человек слышали друг друга. Действительно, за последние годы у нас в крае, как мне представляется, выросло, как я уже говорил, взаимодействие общества с органами власти на различных уровнях. И очень много инициатив снизу. Я и сам глав администрации ориентирую на то, чтобы любая инициатива, любое исходящее из властных структур, какое-то решение в той или иной сфере, оно должно максимально обсуждаться на разных площадках. Это приводит, безусловно, не только к открытому откровенному разговору, но это приводит и к доверию, прежде всего, в наших избирателей, к власти. Больше 70 миллионов рублей в этом году в регионе потратят на развитие гражданских инициатив. За пространной формулировкой вполне конкретные проекты. Правовая и экономическая помощь, поддержка волонтерского движения, воспитания патриотизма, развития спорта, взаимодействия с ветеранскими организациями и обществами инвалидов. И все это на местах, в районах, в отдаленных поселках и хуторах. Там, где по час, столкнувшись с проблемой, человек просто не знает, кому обратиться за помощью. Закрытых дверей в крае, говорят участники встречи, для них пока нет. Несмотря на то, что опыт нашей палаты всего полгода, к нам уже обращаются и едут за опытом, говорят, нет, у вас все инновационно, у вас все хорошо. Нас это удивило. Мы говорим, мы только созданы, не можем еще ничем делиться. Они говорят, да, но вы в крае проживаете, край инновационный, достижения огромные. Людей сюда, в общественную палату, взяли тех, которые многого достигли. Нам есть чему у вас поучиться. За каждым из членов палаты тысячи человек. Участники самых разных общественных организаций. Андрей Зайцев, например, входит в состав Федеральной общественной палаты. Как представитель просветительского общества на уровне страны, намерен бороться за перемены в сфере образования. На уровне края доступны объяснять уроки истории и вызовы современности. В 2012-2013 году провели с коллегами из Крыма два моста Кубань-Крым. Практика и перспективы развития гражданского общества и народной дипломатии. Ну, я не склонен преувеличивать наши скромные заслуги. Но наша лепта в том, что произошло и Крым вернулся в состав России, тоже есть. То есть люди, собственно, они готовы были там морально уже к тому, чтобы влиться и в российское общество, и в гражданское общество. Вот то, о чем вы говорили. О воспитании чувства патриотизма, гордости за свой край. Мы стараемся делать. Вот авторский коллектив готовит к изданию очередной учебник по Кубановидению. Главная задача этого учебного курса – это воспитание патриота нашей общей родины, России и Кубани. Волна небывалого за последние лет 20 патриотического подзема, которая поднялась после Олимпиады в Сочи, усилилась после вхождения в состав страны Крыма – благодатная почва для воспитания молодежи. А прошедшая пара Олимпиады в стране научила и не только молодых россиян видеть и помогать жить среди нас людям с ограниченными возможностями, создавая для них доступную среду. Я тоже пытаюсь своим примером показать людям и людям с ограниченными возможностями и здоровьем, что люди с инвалидностью могут развиваться. Надеюсь, опыта наберусь и буду также вот среди выдающихся здесь людей, которые здесь присутствуют, также буду проявлять себя дальше. Не переживай, ты уже личность, ты уже герой в наших глазах. Ты своим примером показываешь, что можно быть счастливым и успешным и в таком положении. Мы меняемся, прежде всего, и создаем возможности для тех людей, кто бы мог действительно быть среди нас и не шарахаться, а наоборот протягивать руку помощи. Делать так, чтобы мы все чувствовали полноценными себя гражданами нашей страны, нашего региона. И мы должны создавать это чувство в наших детях. Это очень важно. Общественная палата края, как выразились сами участники встречи, по сути делает сегодня первые шаги. И важно сразу заявить о себе активной позицией, подкрепленной конкретными делами, помощью людям. Только в этом случае можно сохранить тот самый диалог, при котором и граждане, и власть слышат друг друга. Общественная палата, на мой взгляд, должна перехватывать любые инициативы. Она должна стать той площадкой, которая создает поле для дискуссий, дискуссий с властью. Вот это самый важный формат. Не в режиме ультиматума, в режиме дискуссий. Необходимое присутствие в интернете. Это очень важно в социальной сети, прежде всего в фейсбук, твиттер. Потому что именно в этом формате очень много запросов общества на помощь. Как вас ни назови, общественная палата, при президенте, при губернаторе, как угодно. Если вы не будете себя проявлять, если вы не будете позиционировать себя правильно, то, о чем вы говорили, в современных средствах массовой информации, конечно, быть активными, ответственными. Так, чтобы на вас обратили внимание. Люди, жители. Тогда будет, наверное, чувство самоудовлетворения, сопричастности, нужности. Я лично выступаю за такую палату. Спасибо. Яна Маскаленко, Денис Перец, Денис Маскаленко, 9 канал, Краснодар. Спасибо. Спасибо. Спасибо.